Вы меня спросили, я даже не понимаю, что было. На самом деле продолжаются так называемые следственные действия. Почему они так называемые? Потому что в 21 веке в современной Европе никто не делает дело по поводу политических мирных акций, расследует, еще хочет к этому приплести обвинение. То есть реально здесь осталось, несмотря на то, что молодые хлопцы, они вроде вежливые и нормальные, но остался советский дух, осталась заказуха обычная, и осталось то, что они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А мы от политических акций отвлечиваться не будем. Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев. Приглашаю также представителей прессы, вас всех, кто учит из-за чего, тому еще. Я считаю, что мы должны найти новых людей, которые будут руководить страны другими методами, которые будут не крадать наши гроши, которые не будут знищивать Украину, а которые будут ее строить. И поэтому я решил для себя, что я больше не буду обратить внимание на эти судовые или криминальные вещи, которые они хотят сегодня делать, чтобы у меня не было времени заниматься другими делами. Очень против многих наших людей. По Сахварелизе держат последние два дня во Львове. Ему хотят предъявить обвинение на 10 лет лишения свободы. Они хотят, они по деревянкам предъявили обвинение. Они там высшего генконсула Грузии, нищинянидзе хотят засудить и каким-то образом приплести до меня по поводу каких-то дел в 7-летней давности якобы дел. То есть эти люди хотят, чтобы мы целыми днями только и думали про обвинения, суды и процессы, и не занимались политикой. А я буду заниматься политикой. Что это значит? Это означает, что я буду ехать по стране, я буду встречаться с людьми. Они под страхом того, что, то есть они все время угрожали меня по дороге где-то перехватить и там импортировать или экстрадировать. Это меня не испугает. Я буду двигаться, я буду ездить, я буду добираться до людей, я буду делать все то, что они не хотят, чтобы я делал. Я как раз буду этим заниматься. Я буду заниматься политикой. Я буду заниматься нахождением новых людей, созданием структур и подготовкой этих людей для быстрой смены, мирной смены власти Украины, которая обязательно произойдет. Вот вы увидите в ближайшие, в очень ближайшие годы. Вы точно будете прокладывать на вопросы? Я буду ходить на их вопросы, но я не буду... Знаете, то есть при всем том... Они у них, у них несколько разных дел, и они хотят все время меня держать за гружность. Просто, чтобы вы понимали, на эти все вещи тратится огромное количество денег. Только на так называемую охрану наших акций, там помощник этого Алакова сказал, что 47 миллионов потратили, официально они опубликовали где-то 6 или 7 миллионов. За мной ездят весь СБУшники, чтобы понимали, например, в соседних домах у нас, они сняли несколько квартир, там, где я живу. Они там проживают и круглогосуточно за мной наблюдают. На это, что деньги тратят? На это тратят ваши деньги. На депортацию в грузин, на отдельный самолет, на три вертолета. Они потратили несколько сот тысяч долларов, как минимум. То есть эти люди трачат огромное количество денег на полную ерунду. Эту ерунду называется, это политическое преследование, если уж быть открытым. И это посыл всем. Не трогайте нас, не идите против нас, а то судьба с Акаши вам покажется еще жива. Так вот, именно из-за того, что они решили из меня сделать символ того, как можно человека, который идет против системы, наказать или загнобить, или создать дискомфорт, я буду еще больше идти против системы. Мы уничтожим эту систему, мы разрушим эту систему, и мы построим настоящую, нормальную, прогрессивную, демократическую Украину, которая будет все-таки держава в Европе. И это моя цель. А эти люди способны только на шантаж, на компромат, на угрозы, и на вот эту импотенцию в виде их судебной и правоохранительной так называемой системы. Это давно уже не правоохранительная система, а это система защиты воров и жуликов. Еще раз говорю, в Украине три главных дела не раскрыто. Убийство Гонгадзе, убийство, то есть отравление Ющенко и убийство на Майдане. На фоне того, что по Майдану уже меня допрашивают. Ну, кого-кого уже меня допросили по Майдану. Вы представляете, о чем мы говорим? Что вообще ничего не раскрывается, вообще нигде нельзя дойти справедливость. А они чем это время занимаются? Вся эта система работает против Саакашвили или его нескольких сторонников. Ну, что это? А что вы сегодня спрашивали, почему так долго вас держали? Они меня спрашивали, я им проводил политические объяснения, что означают минные акции, как готовятся акции, каким образом люди оказались на акциях, что это за люди, что значит координация политических сил. Целый курс политологии я их провел. Видимо, или им это было интересно, или этого они докладывают на их куменантчальству. Все, что можно сказать про вводный курс политики, политических партий, акций и демократического процесса, сегодня я прочитал. Я с удовольствием это готов делать, но все-таки хотелось бы делать это не с двумя следователями при закрытом процессе, а открыто. Поэтому сегодня все вопросы были по политическим акциям, все вопросы однозначно касались политических акций, которые мы проводили в последнем месяце Украины против барыжной власти, против коррупции, против беспредела. Все вопросы были чисто политического характера. Тут вообще намека нет ни на какого криминала. Это политическое дело, им не стыдно 2018 года, весь мир на ними снимается, вся мировая пресса их поднимает на смех. Почитайте, что пишут во всей прессе. Украине не было, украинской власти никогда не было такой плохой прессы. Люди реально их считают, Украину они превратили, они реально позорят себя, выставляют полными дураками в глазах мира. И дастся реально сейчас, надеюсь, что страну хотя бы они не считают за идиотом. Но то, что власти себя выставляют полными дураками, это не вызывает никакого сомнения. Все их потоки вообще, это они то ли в своем мире живут, параллельны реальности. Понимаю, что они понимают, что народ хочет и как народ живет. Но они даже не понимают мир, как живет. Другие дела против вас, с чем связаны, вы сказали несколько дел. Там одно дело связано с провокацией Октябрьского дворца. Третье дело связано, в качестве свидетеля, было по так называемому расстрелу, то есть по так называемому участию грузинских снайперов. Это российская история в расстрелах на Майдане. Значит, там какая история, что якобы я, будучи президентом Грузии, дал указание привезти сюда снайперов и расстрелять людей на Майдане. Единственная проблема, что я в это время уже не был президентом Грузии, когда происходил Майдан. И сюда приезжал как рядовой гражданин, это раз. Во-вторых, никаких грузинских снайперов нет. Есть российские актеры, нанятые российские актеры, гайрушники или какие-то шпионы другие. И итальянский канал с подачей российской пропаганды сделал про эту передачу. После чего в Украине проверяют эти факты и тратятся ресурсы на проверку фактов российской пропаганды. Так вот мой совет им. Вместо того, чтобы просто заниматься проверкой фактов российской пропаганды, просто поймать тех людей, которые расстреливали на Майдане. Эти люди, в основном, я уверен, ходят по Украине. Они даже, может быть, работают в этих органах. Они продолжают спокойно, продолжают свое черное дело. А в это время, черт, 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 они чем занимаются? Ни один человек за Майдан не наказан. Этим все сказано. А что там жертвовало ему палацу? И еще с права какого статуса? С жертвовало ему палацу. И там статусе, какого свитку, а он, конечно, не изразумен справа. Там еще по жертвовало ему палацу я бы хотел побачить. Они же говорили, что там было много пострадавших. Хоть одного показали. Они говорят, что там были дети. И вместо детей оказались не совсем взрослые парни в противогазах. Они говорили, что там были наши активисты. Хоть одного активиста показали, кроме людей в масках. То есть реально это была чистая провокация, сделанная для того, чтобы дискредитировать идею мирного выражения протеста к рачке. И вся эта история, то, что сегодня нам задавало 40 вопросов, из них практически все вопросы были про проведение акций и про деятельность политических сил. И то, что власть и президент используют эти органы для того, чтобы говорить про политику, для того, чтобы говорить с политиками, для того, чтобы держать политиков под каким-то там, не то что прицелом, а постоянным прессом. Но это стыдно. В 21 веке никто не решает свои политические проблемы с помощью СБУшников. Во-первых, таких СБУ нигде уже в мире не существует. Никто не решает свои проблемы с помощью следователей и прокуроров. Все, кто хочет решить свои проблемы с помощью политических, с помощью следователей и прокуроров, закончат свою карьеру в кабинетах следователей и прокуроров в ранге подсудимых. Потому что нельзя так решать политические проблемы. Сделайте что-то хорошее для народа. Пусть они понизят тарифы, пусть они уберут грабительские ставки, пусть они людям добавят пенсию и зарплаты. И уверяю вас, их проблемы будут гораздо быстрее решены, чем добавлять зарплаты прокурорам, чтобы они решали их проблемы. Они вместо того, чтобы что-то делать на народу, добавляют зарплаты СБУшникам и прокурорам, чтобы они решали их проблемы. Эти проблемы не решают. Я бывший глава государства, уверяю вас, я их хочу дать совет всем. Не надо использовать правоохранительные органы страны для решения политических целей, для выдуманных каких-то фейковых справ, для подтасовки. Мы живем в 21 веке, никто это уже не хавает. Мир издевается. Посмотрите мировую прессу, еще раз говорю, издеваются просто. Такой плохой прессы ни у одной власти Украины после независимости не было, как сейчас есть у этой власти. И это слабостью нашей страны. Мы не можем это позволить. Мы не можем иметь такое слабое руководство с такой плохой репутацией. Это вопрос национальной безопасности. То, что здесь происходит, все это работает против власти, но также работает против Украины. Не нельзя этого позволить. Надо разделить эту власть от Украины, иначе у нас будут проблемы. Я никогда не опущу руку, я никогда не примирюсь с тем, что они хотят нам навязать. Это четко мое решение, чтобы эта борьба до победы, до конца, но их конца. А вам сказали, что дальше будет допрос в счет? Я не знаю, как до наступления допроса, у меня следующие несколько недель, у меня несколько, у меня много допроса. У меня сейчас допросы, просто надо график себе иметь, когда можно заниматься другой деятельностью. Но я буду заниматься, потому что я не исключаю, что новое дело вас будет. Главное, чтобы они не перевозбудились своими делами. Я хочу, я спокойно хожу на все вещи, но я считаю, что мы все понимаем, для чего это. Это с одной целью, чтобы мы не занимались своей непосредственной деятельностью. Наши непосредственные деятельности, информировать людей, поднимать людей, организовывать людей, готовиться к смене власти через конституционный механизм. Все. И это открытая позиция. Сегодня большинство вопросов касалось этого, какие у нас политические планы. Они таким же успехом могли посмотреть эту бесконференцию и записать, какие у нас планы. У нас планы следующие. Мы будем менять в Украине ситуацию через смену коррумпированной власти. Конституционные механизмы. Других методов у нас нет. Оружие у меня нет, денег у меня нет, каких-то там других тайных структур у нас нет. У нас есть только сильное желание поменять ситуацию для людей к лучшему, чтобы люди почувствовали разницу. И это мы будем делать, какие бы ухищрения против нас не применялись. Что тут непонятно? Спасибо. Что будет в Украине? Оружение суда в Грузии было принято после того, как по беспредельному данному делу президентского помилования. Никто в мире никогда не осуждал президента за помилование. Это первый мировой прецедент, созданный полными, я не знаю как их назвать, как минимум просто дикарями, потому что это что означает? Они искали мои деньги, они искали мои билы, они искали мои активы, они искали мои офшоры, а не нашли. Не нашли. Ничего. Что делать? Давай его осудим за помилование осужденных преступников. 133 бывших военных. Извините. В мире так никто не действует. Только это произошло после того, как президент Порошенко был в Грузии, договорится с его нищими, что они будут действовать совместно. После этого он лишил меня гражданства, и после этого грузины ускорили вот это дело конкретно. И более того, они назначили суд в тот же день, когда два суда было назначено по мне в Киеве. То есть, если три суда назначаются в один день, даже самые неискушенные люди скажут, что это договорняк. Это договорняк олигархов двух стран. При всём том, что Владимир Путин много раз говорил про это на прескопе. Все их официальные лица всячески подталкивали украинским действием, и они всячески хотят, чтобы эти действия привели к какой-нибудь моей изоляции хоть в какой-либо стране. Это совершенно очевидно. Очевидно, что я застрял в горле у олигархов и злодеев нескольких стран. И эти несколько стран – это Россия, Украина и Грузия. И что нам надо делать? Они объединились, мы должны объединиться. А у них договорняк? Мы должны договориться общими усилиями, решать наши проблемы. Я имею в виду украинцев и Грузии. Я буду сражаться против олигархов в той стране и в этой. И они уже сражаются. Для них я представляю совершенно очевидно, по каким-то причинам смертельную угрозу. Они, видимо, считают, что я для них представляю угрозу. И они в этом не ошибаются. Я для них представляю угрозу. Потому что вместе с народом мы сменим их власть, мы наведем этот порядок и мы дадим людям справедливость. И, кстати, расследуем те дела, которые не расследуем в Украине. Вот тогда они реально побегают у нас всех и будут в поте лица расследовать. И Майдан, и отравление Ущенко, и действительно, кто заказал убийство Конгада. Все это меня очень интересует. Это никуда не ушло. Придет в Украине власть, когда все главные дела, в том числе настоящие убийцу Ирины найдут Ноздровской, все эти дела будут расследованы. На суд, естественно, приду, потому что у меня есть выбор. Но если суд меня под домашний арест не посадит, как хочет власть, я потом поеду по Украине. Если они меня будут по дороге похищать, я позвоню вам, скажу, что давайте быстрее освещать это событие. Вот и все. Тут это просто за мной гоняются Волк, Заяц, Петя, и сейчас еще Иван, это Иван Нишвили из Грузии. И Володя. Володя давно уже гоняется, это мы знаем. Прокоментуйте, пожалуйста, заяву Йенина, что вы не надавали свой голос, зразок голоса для экспертизы вчера. А я... А я... Они и так сделали, так называемую экспертизу. Это все смешно. Это все процессы, это действие, это все фиговый лист. Они хотят только одного. Под разным приводом, этим приводом, этим приводом, они хотят только одного. Чтобы я не занимался политикой. Все остальное они будут рассказывать вам все что угодно. Какое... Вообще нет состава преступления. Нет дела. Почитайте, в чем меня обвиняют. Что я, агент ФСБ, хотел свергнуть силовыми методами властью в Украине. Где это? Вы заметили, все это время вы следите за мной. Вы следите больше, чем СБУ за мной следит. Вы заметили, у меня планы силового свержения власти, и что я агент ФСБ. Я думаю, что вы бы заметили гораздо быстрее, чем они. Вот и вся история. Вся фабула фальшива. Но фальшива она только для того, что они хотели шокировать украинское общество, чтобы люди... А люди давно уже такие умные стали. Даже если бы они... То есть, что бы они ни говорили, им доверения нет и никогда не будет. Органы у нас развалены. Государственный институт у нас не работает. Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством. Давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и в стране, где правоархантий органы используют только для защиты парижной власти и для дальнейшего ограбления народа, не может являться состоявшимся государственным институтом. В Украине есть великий народ, но, к сожалению, они довели государство для состояния несостоявшихся. Институты не состоялись. Это все. Это не государственный институт. Это приватный институт. Конкретно ОПГ, который захватил власти в Украине, который использует так называемую правоохранительную систему для своих коррумпированных целей. И мы все это знаем. Люди, которые сидят в этих камерах, в том числе и по моему делу, и другие, очень много из них абсолютно невиновных. И невозможно оказать их вину, потому что те, которые над этим работают, они не заинтересованы в странной правде. Вот и вся история. Поэтому мы будем сражаться. Мы никогда не опустим руки. И мы будем добивать правду не для себя. Для себя я ее добил уже, и мне не надо ничего добиваться. Для других, для народа. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.